Древние мегалитические полеты В этом видео я собираюсь показать вам ряд древних мест, которые были сняты с помощью моего квадрокоптера, Пачакуток, и сейчас мы наблюдаем плато Пальпа, которая находится примерно в двух часах езды от Наски. И здесь вы видите не очень известные фигуры Пальпы. Они были созданы культурой Паракаса до того, как возникла культура Наски, вероятно, около 500 года до нашей эры. И если вы внимательно посмотрите на горы слева от направления движения квадрокоптера, то увидите, что там есть и другие фигуры. Также и в районе Наски, и на самом деле в самой Наске, мы находим этот удивительный колодец. Этот колодец, вероятно, был создан культурой Паракаса более 2000 лет назад. И на самом деле здесь целая серия таких колодцев, которые пробурены до подземных рек, которые существуют в районе Наски. В Наске выпадает всего полдюйма дождя в год, и поэтому для существования сельского хозяйства необходимо было использовать эти подземные системы. А теперь у нас есть квадрокоптер пачокуток, пролетающий над ними, так что вы можете видеть, что они выстроены в линию, не идеальную прямую, но линию, которая соответствует древней системе рек или системе подземных потоков. Эти колодцы наверняка использовались не только для сельского хозяйства, но и для получения питьевой воды, для купания и для стирки одежды, и, повторюсь, им не менее 2000 лет. А теперь мы переносимся на остров Луны в озере Титикака. И этот остров во времена инков был владением так называемых Дев Солнца, которые были самыми священными из женщин, существующих в мире инков. И здесь вы также можете увидеть ряд террас, а с левой стороны, на заднем плане, вы можете увидеть анды Боливии. А это ещё один вид на один из храмов периода инков. Благодаря квадрокоптеру мы подходим очень близко и поднимаемся вверх над этим строением. А теперь мы в Амару-Муру, или Араму-Муру, который также находится в районе озера Титикака. Это странный портал, высеченный в красном песчанике. Никто точно не знает, когда и кто создал это место, но это энергетически заряженное место, и частично из-за железа, которое содержится в красном песчанике. Некоторые люди предполагают, что он был обнаружен совсем недавно довольно известным шаманом в Перу. Однако вы можете увидеть его даже с шоссе, которое находится всего в четверти мили от него. Это очень загадочное, единственное в своём роде место в Перу. На Ближнем Востоке есть другие подобные вещи, и только одна из них находится в районе Перу. А теперь мы видим Кутимбо, и находим здесь эти мегалитические башни, называемые Чулпа. Они исключительно древние, вероятно, были созданы задолго до инков, кем-то, кто обладал знаниями об утраченных древних высоких технологиях. Вы видите, что здесь нет ни раствора, ни цемента, ничего-то ещё. Просто камень на камне. И ещё один облёт этих башен Чулпа, благодаря квадрокоптеру Пачакуток. И теперь... Где это мы? Оу, мы в Ракчи, который находится примерно в трёх часах езды к югу от Пуска, Перу. И это место называлось храмом Веракоча. На заднем плане вы видите массу различных зданий и контейнеров для хранения, где хранились зерно и другие продукты. А в центре, здесь, вы видите остатки некогда великого храма. Он был воссоздан или перестроен инками, но изначально представлял собой мегалитическое сооружение, которое предшествовало инкам, вероятно, на несколько тысяч лет. И один из аспектов этого места, который большинство людей не видит или не удосуживается увидеть, это очень интересная лестница. И снова, благодаря чудесам квадрокоптера Пачакуток, мы смогли пролететь прямо внутрь и получить крупный план лестницы. А теперь мы у того места, что называется Воротами Инков или Солнечными Вратами. Это примерно в часе езды югу от Куска. И это фактически была южная граница города Куска, куда никто не мог въехать или выйти без разрешения военных. И когда мы поворачиваемся, то можем видеть, что стена слева мегалитическая, и это её оригинальная часть. Инки построили вокруг всё остальное, но когда они впервые прибыли в район Куска, они обнаружили эту мегалитическую стену, которая была на тысячи лет старше их культуры. И это даёт вам лучшее представление о деталях. Слева вы видите каменную конструкцию инков, но когда квадрокоптер Пачакуток приближается, вы видите остатки мегалитического аспекта, на котором инки построили Акведук и другие аспекты этого удивительного места. А теперь мы возвращаемся к озеру Титикака. Это знаменитые солнечные ворота Тиуанака, а наш Пачакуток пролетает над ними. Кроме того, мы смогли поснимать на площадке под названием Пумапунку, которая на самом деле является частью Тиуанака. Тиуанака и Пумапунку — по сути одно и то же место, просто заборы у них разные. И именно здесь были найдены некоторые из самых загадочных древних каменных сооружений, не только в Боливии, но и в Перу. И на самом деле это интересно, потому что это место, способ его строительства, способ огранки камней здесь, различные углы и особенности уникальны именно для этого места. Нет другого места в Перу или Боливии, и вообще на планете, которое было бы выполнено в похожем стиле. Более 90% камня отсутствует, потому что он был разграблен в течение тысяч лет. Но даже если бы осталось лишь горско этих великолепных ограненных камней, они всё равно были бы столь же интригующими, как и сегодня. И здесь у нас Ольян Тайтамбо, массивное место инков, расположенное в северной части Священной долины Перу, за пределами Куска. Вы видите просто невероятный масштаб этого места. А за ним находится Мачу-Пикчу. И поскольку у нас есть квадрокоптер Пачакуток, поднимающийся по лестнице, то мы можем увидеть прекрасное сооружение периода инков. И эти террасы, называемые Аденами, великолепные работы. Но когда мы поднимаемся чуть выше, то начинаем видеть, что здесь есть мегалитические аспекты. И они намного старше, чем сама культура инков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...